И вот когда мы проходим эти четыре шага, описанные в Евангелии от Матфея, 18 глава, в силе Святого Духа, при многих молитвах, вот тогда Бог совершает свое дело. Но часто бывает так, что об этих шагах люди не знают. Эти шаги люди не делают. Когда в церкви складывается непростая ситуация, начинается скандал. Никто не знает, как поступать. В церкви смятение, приходит разделение. И страдают при этом все. Так что всем служителям, которые слушают сейчас эту лекцию, я хочу сказать вот что. Заранее, до того, как в церкви развивается неприятная ситуация, заранее преподавайте людям эти принципы. Обучайте людей. Обучайте других служителей. Обучайте всю церковь. Готовьте ее к тому, что когда это случится, когда нужно будет сделать эти шаги, люди должны быть готовы, чтобы они понимали, что вы делаете, почему вы это делаете, и как это основано на Священном Писании. Если ждать до того, как возникнет реальная проблема, то будет поздно, потому что тогда эмоции будут на взводе, потому что тогда уже будет разделение, потому что уже будет смятение, и ничего хорошего из этого не получится. Учить этому нужно заранее. И четвертый шаг нужно предпринимать только после того, как все остальные шаги оказались безуспешными. Это последнее средство. Это крайняя мера. Но, допустим, вы проходите через первый шаг, ничего не получилось. Второй шаг все равно сопротивление. Третий шаг, вы все это передаете церкви, ничего не получается. Четвертый шаг, вы отлучаете человека от церкви. Как же относиться к этому человеку? Как быть с ним? Сейчас я скажу вам, как относиться к непокаившемуся человеку с библейской точки зрения. Я понимаю, что это сурово. Я понимаю, что кто-то обвинит меня в недостатке любви. Нет, ничего подобного. Если мы это делаем с правильным сердцем, то мы просто следуем Божьему направлению. Мы фактически вместе с Богом пытаемся оказать давление на этого человека. Именно это и делает Бог. Ведь этот человек — его дитя. Он будет наказывать этого человека, он будет давить на этого человека, пока тот не сокрушится, пока тот не покается. Помните историю блудного сына? Помните, как блудному сыну нужно было дойти до низшей точки своего падения? Именно там, именно в этой точке он сокрушился. А что, если бы на пути блудного сына были люди, которые вместо того, чтобы давить на него, попытались его поддерживать? Я понимаю, что трудно бывает человека не поддерживать, особенно если это ваш близкий человек. Трудно просто отойти и позволить Богу совершить свое дело. Но, может быть, вам помогут вот эти библейские стихи. Кстати, помните, делаем мы это не в осуждении и не в самоправедности. Делаем мы это в любви, вместе с любящим Богом, который хочет привести этого человека к покаянию. Вот несколько библейских стихов. Евангелие от Матфея, 18-17. Это четвертый шаг. «Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытый». Первое послание к Коринфянам, пятая глава. С этим человеком нужно разобраться. У него тяжелый грех. Вы помните, мы об этом говорили. И вот Павел говорит о том, чтобы с этим человеком не сообщаться. Еще первое, конечно, пятая глава. Этого человека нужно предать сатане. Зачем? Для измождения греховной природы, греховной плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть, чтобы этот человек пришел в себя и вернулся к общению. В этой же главе с 9 по 11 стихи «Не сообщаться с блудниками». И дальше он продолжает. «Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, но с теми, кто называет себя верующими, братьями и сестрами во Христе». Послание к Титу, 3 глава, 10 стих. Он говорит о тех, кто вносит разделение. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». То есть, сначала вразумляй дважды, а потом просто не общайся с ними, отворачивайся от них. Послание к римлянам, 16 глава, 17 стих, о тех, кто вносит разделение. «Остерегайтесь, производящих разделение и соблазны, вопреки учению, которому вы научились. И уклоняйтесь от них». То есть, держитесь подальше от них. 2 Фессалоникийцам 3, 6. «Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Дальше в этой же главе. «Того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним». Сурово, не так ли? И когда мы это читаем, нам кажется, что нет в этом любви, нет в этом милости. Разве не ожидает от нас Бог, чтобы мы всех любили, всем сострадали? Да, конечно. Но вот в чем смысл. Не упускайте этот момент. Мы проявляем к ним любовь, мы проявляем к ним милость, сострадание, и пытаемся их восстановить, а они не слушают. И вот тогда наша задача — сотрудничать с любящим и милостивым Богом, оказывать давление на них, для того, чтобы они вернулись к Богу. «Мой знакомый, Клайд, мы должны были пройти через все четыре шага. Нам пришлось отлучить его от церкви. И люди говорили, «И что же теперь делать? Его на кофе пригласить, на обед пригласить и побеседовать с ним?» Я сказал, «Нет, не общайтесь с ним». Мы сказали его жене и детям о том, что вот мы его сейчас отлучаем. Мы говорили, «Не общайтесь с ним, молитесь за него, просто молитесь за него». Прошли месяцы. Люди иногда ко мне приходили и говорили, «Я знаю, где он работает. Мне пойти с ним поговорить?» Я отвечал, «Нет, не надо этого делать. Молитесь за него, еще больше молитесь за него». И потом мы узнали, что у него будет большая операция, важная, сложная операция. И меня спросили, «Может быть, к нему в больницу съездить?» Я говорю, «Нет». «Ну, может быть, ведь открытку ему послать?» «Ну, просто сказать, что мы его любим?» «Нет». Потому что с ним работает Бог. Давайте за него молиться. Мы его, конечно, любим. Мы о нем, конечно, заботимся. Но сейчас с ним работает Бог. Сейчас Бог это сердце сокрушает. Так же, как это было в жизни моего друга Джеффа. Когда он дошел до низшей точки, Бог стал работать не только с его сердцем, но сначала с его телом. Потом с Клайдом я увидел то же самое. Бог постепенно его смирял, его сокрушал. Сначала тело, а потом и сердце. Он действительно провел несколько дней в больнице. Была серьезная операция. И как-то утром, в воскресенье, я готовился к проповеди и зазвенел телефон. И мне сказали, что звонит человек, который хочет поговорить с вами прямо сейчас. Я говорю, «Мне некогда. Я должен проповедовать». Мне говорят, «Он просит прямо сейчас». Я взял трубку и услышал голос этого человека. Он был сокрушенным, надломленным. «Это Клайд. Пожалуйста, приезжайте ко мне в больницу после богослужения. Бог со мной работает». Его голос звучал совсем по-другому. Я говорю, «Обязательно приеду». Он говорит, «Может быть, с вами могут приехать и другие служители». «Да», — говорю я. И приехали мы еще с двумя служителями церкви. Мы были у него в палате. Вот мы вошли в палату, и я понял, что Бог его действительно сокрушил духовно, потому что он плакал. Это были слезы покаяния. В нем было смирение. Он умолял о прощении. Я понял, что он примирился с Богом. Он так и сказал, «Здесь, в этой палате, мне пришлось буквально выстроить все, что я наделал. Я вернулся к Богу. Я признаюсь в грехе о своем. И по Божьей благодати я хочу жить по-другому. Простите меня, пожалуйста. Мне нужно прощение и ваше, и церкви, и жены, и детей». Были совершенно очевидны и смирение, и сокрушенность, и желание покаяться. Конечно, мы его простили. Конечно, мы его восстановили. И со временем он вернулся в семью. Не сразу, со временем, потому что доверие нужно восстанавливать. И нужно было, чтобы он сначала доказал семье, что он изменился. Это произошло. Он вернулся в церковь, и он снова стал полезным членом тела Христова. Сейчас он уже с Господом, но в конце жизни он все так же ходил с Богом в смирении и благодати. И я рад, что именно так произошло. Нелегко было. Конечно, не все мы делали совершенно, но, насколько могли, мы старались быть послушными к Священному Писанию. И когда вот так случается, когда речь идет о церковной дисциплине и восстановлении, задача именно в восстановлении. Вот наша главная задача. Матфея, 18 глава. Мы приходим к брату и говорим с ним лично. И это первый шаг для того, чтобы он вернулся. Наша задача его исправить, наша задача его восстановить, помочь его восстановлению. Мы делаем это вместе с Богом. Но снова и снова я вижу, как эти священные Писания, эти принципы Священного Писания люди игнорируются, ими пренебрегают, а потом не могут понять, почему церковь до такого докатилась, почему Бог не дает нам силы, Бог не дает нам благословений. Вот чему я вас призываю, дорогие служители церкви, которые слушают эту лекцию, не верьте только моему Слову, верьте Божию Слову. Изучайте эти фрагменты Священного Писания сами, и вы увидите совершенно четкие принципы. Бог действует по Своему Слову, не по вашему, не по моему, а по Своему. И наше дело, дело служителей церкви, быть предельно честными, и предельно послушными Слову Божьему. А Бог совершит свое дело. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok